Новое видео выходит каждый день в 20.00 Доброго времени суток, дорогие друзья и зрители моего канала! С вами снова я, Данил Геррор, и сегодня я нахожусь, где бы вы думали, на проекте Arizona Roleplay. Вы знаете, я так понял, что я совершил ошибки в своих предыдущих обзорах, и я понял, что я должен сделать полный переобзор многих серверов в этом году. Итак, сегодня я планирую начать с Arizona Roleplay. И вы знаете, то есть, чтобы вы его так плюс-минус понимали, то есть, Arizona за последние несколько лет изменилась. То есть, даже если вот так вот посмотреть, еще несколько лет назад сюда даже вход был платный, и вообще она выглядела так, будто ей никто не занимался. Я опять же хочу повторить, что вход был абсолютно-таки платный. А сейчас, помимо великолепных домов в деревне Дилимор, тут присутствуют еще другие вещи по типу заборов каменных и великолепных GTA San Andreas'овских текстур. Разумеется, разумеется, на таком великолепном сервере не обошлось без каких-нибудь багов, без чего-либо еще и многого другого, без очевидных, так сказать, минусов данного проекта. Итак, что же можно выставить за очевиднейшие минусы данного проекта? Ну, во-первых, это то, что они сделали этот сервер слишком охуенно. Arizona, вы там не охерели? Почему так угодно? Я не понимаю. То есть, я вот так вот смотрю, я действительно поездил по серверу, покатался, и просто я не мог понять. Arizona, вы как такое сделали вообще? Что это такое? Что это, если не сервер мечты? Вот что это такое? Я не знаю. Я успел поучаствовать во многих мероприятиях, во многих ивентах. И чтобы вы понимали, мне все абсолютно из данного списка понравилось. Вот, допустим, смотрите. Ранее на Arizona нельзя было просто так взять и из ниоткуда заспавнить транспорт. Смотрите, что есть теперь. Мы вводим просто очередную команду Slash Car, и что мы тут видим? Огромнейший, а просто огромнейший спектр разнообразных автомобилей из одиночной и из мультиплеерной части нашей дорогой игры под названием GTA San Andreas. Я просто на все это смотрел, я думал, господи, как вы вообще смогли все это сделать? Arizona за последние несколько лет действительно неплохо изменит. А что там лет? Дней! Просто каждый день тут выходят какие-то новые глобальные обновления, которые ты просто не можешь представить всю жизнь на проекте без них. Ты просто смотришь и понимаешь. Господи, Arizona, как вы смогли такое сделать? Я, Данил Геррера, я не слушал Геррера, я тут слушал только Горгород, поэтому я долбоеб. Однако, однако, вот если посмотреть просто на то, что вообще присутствует на данном проекте, то, как все это выполнено, все как это вот реализовано, ты просто понимаешь, что в самом деле за проект убрались не какие-то там простофилии или еще какие-то люди, а в самом деле вот Arizona Roly Play, это был достаточно классный сервер. Просто ты вот так вот едешь, я не знаю, вот ты просто едешь, тут даже велики на этом сервере ездят по-другому. Тут также есть Твин Турбо, вот разные другие, там наклейки Суприм и многое другое. И вот просто после этого, вот вы мне скажите, что это, если не классный сервер для комфортной игры в GTA Samp по сети мультиплеер, вот что это, если не это? Вот вы мне просто расскажите, я просто не понимаю, я смотрел, я думал, господи, как вы такое сделали, Arizona Roly Play? Нет, это действительно, это охуительно, это удобно, это просто первоклассный май какой-нибудь, там я не знаю, это охуительно. Как вы смогли такое сделать? Я ума не приложу. Arizona Roly Play в самом деле очень хороший сервер, я буду играть здесь еще долго. Поэтому, потому что вот знаете, Arizona выглядела так, будто ей никто не занимался во время моих обзоров. А сейчас, во время еще одних моих обзоров, Arizona уже выглядит так, будто ей все занимались. В общем, я думаю, что на этом можно и закончить мой дорогой обзор на такой проект под названием Arizona Roly Play. Да и, я думаю, вы сервер сами знаете. В общем, ладно, вводите промокод герерермафия в поле того, кто там пригласил вас в поле промокода и многое другое. Также вводите мой ник DanielGerrera и вступайте в мою фому на Arizona Roly Play. В общем, ладно, ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok